Итак, у нас сегодня очередная лекция по курсу эстетики, и я решил поднять сегодня достаточно актуальную, на мой взгляд, тему, тему важную, тему, касающуюся каждого и касающуюся именно современного исторического момента, это изнанка транспарантности. Дело в том, что сейчас транспарантность набирает обороты, захватывает все новые и новые рубежи, и, в общем-то, мы встречаем ее уже абсолютно везде. Это и требование прозрачности власти, это и требование прозрачности всей документации, причем это доходит уже до того, что документация организации, в том числе и высших учебных заведений, должна полностью демонстрироваться вся информация на сайтах, и ее могут проверить не только те, кто работает в таком плане, но и может проверить абсолютно любое стороннее лицо, то есть вся информация должна быть открыта, и, собственно, то, что там не представлено, в общем-то, будет вызывать большой вопрос вообще, это достоверная информация или нет. Все должно быть прозрачным. Прозрачными становятся и члены сообщества, причем зачастую добровольно. Одно дело, когда от нас требуется все больше и больше предоставления какой-то информации о себе, когда мы устраиваемся на работу, предоставление разрешений на использование информации, которую мы даем работодателю, но ведь каждый из нас предоставляет эту же информацию в огромных количествах по собственному желанию. Это и соцсети, и инстаграм, и в данном случае иногда это доходит до некой медикальности, когда человек уже, в принципе, сбивает каждый шаг свой в сеть. А что это такое? Это и есть вот эта пиковая форма транспарантности. И здесь речь идет не о том, что там какой-то человек странный, нет, речь идет о том, что он лишь в большей степени выражает общую тенденцию, которую мы видим в принципе в современном сообществе. Так это самая тотальная прозрачность. Не может ли она сама по себе скрывать нечто, скрывать какую-то угрозу, которая стоит за ней? Или она является угрозой лишь для понятия тайны? Но не будем забывать, что от слова «тайна» происходит и слово «таинство», а значит и «мистерия». Так что есть эта самая транспарантность? Это последняя ступень разоблачения, освобождение человека от былых предрассудов и суеверий? Или это новый, сложный и более страшный миф, от которого будет значительно труднее избавиться, чем от тех мифов, от которых избавляется собственно транспарантность, собственно концепция тотальной прозрачности? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться, и, конечно, будем это делать не только на уровне философского осмысления этого понятия, но и на примерах из области эстетической мысли, представленных прежде всего из отрасли такой, как архитектура, потому что именно на ней мы останавливаемся в этом полугодии. Но начнем мы с такой весьма примечательной фигуры. Перед вами книга, одна из лучших книг, написанных в 20-м столетии. Но мало того, что это не Шель Фуко, но это ключевой автор вообще, в принципе, для 20-го века, а может быть, или только для него. Один из самых цитируемых послителей вообще в истории, по некоторым данным самый цитируемый в 20-м веке. И это его главная работа, причем главная не по моему мнению, а по мнению самого автора. Книга совершенно потрясающая, это редкий пример, когда философская литература выходит на уровень высокой художественной литературы, то есть это некая эссоистика, то есть читать ее, но если не Лилко, то, по крайней мере, приятно. В этой работе Фуко пытается как раз продемонстрировать, как, начиная с рубежа 17-18 века, постепенно внедряется то, что он обозвал дисциплинарной властью, то есть тотальный диктат микрофизики этой самой дисциплинарной власти. В чем суть концепции Фуко? В общем-то в том, что власть постепенно стремится минимизировать внешне свое присутствие, но увеличивать постоянно контроль, все больше и больше. То есть на самом деле театральные, очень эффектные казни, которые были в эпоху власти господства, они потому и были столь пышные, потому что реально от них эффект был очень маленький. То есть вкладывать в демонстрацию власти нужно было очень много средств, это должно быть максимально театрализовано, но де-факто в большинстве случаев власть, в общем-то, никаким образом работать не могла. Постепенно все движется прямо в противоположную сторону. Внешне нам кажется, что власть все больше и больше отступает, что у нас появляется больше и больше свобод. Де-факто же оказывается то, что в общем-то суть этой самой микрофизики власти по Фуко в том, чтобы переложить контроль на самих тех, за кем этот контроль должен быть осуществляться. Но в данном случае сливание всей своей информации в Инстаграм идеально вписывается в концепцию Фуко, особенно это замечательно, если вспомнить, когда он умер. То есть задолго это появление социальных сетей и даже общедоступного интернета. Он уже понимал, куда это все движется, и движется это именно в том направлении, которое было им обозначено. В этой книге Фуко рассуждает на тему паноптикума Иеремии Бентома. Это такой мыслитель, который предложил идеальную тюрьму. В чем суть паноптикума? Это круглая тюрьма, в которой все камеры абсолютно сквозные. То есть у них с одной и с другой стороны решетка, либо с другой стороны стекла. Ну естественно все равно что-то там будет. То есть камеры все должны насквозь просматриваться. То есть спрятаться внутри нигде невозможно. А в центре этого тюрьмы Колизея стоит башня, в которой стоит всего один единственный надзиратель. Но вся прелесть по Бентому этой тюрьмы не только в том, что один человек может контролировать абсолютно своим взглядом всю тюрьму, но и в том, что в эту башню идет извне, с внешней стороны тюрьмы ход, он абсолютно свободен и любой член общества может всегда зайти и проконтролировать того, кто контролирует эту тюрьму. То есть он тоже всегда находится в состоянии потенциально возможной проверки. А учитывая тот факт, что он не знает, когда она будет, это гарантирует то, что он сам за собой будет следить. Но на самом деле последний ход в этом гениальном на самом деле концепте следующий. То, что вот эта башня, в которой находится контролирующий, она полностью застеклена, ну допустим темным стеклом. Это как можно сейчас сделать. Или тогда, чтобы там были лишь отдельные щели, что с внешней стороны, то есть со стороны заключенных не видно, есть в этой башне кто-то или нет. То есть, получается, контроль будет производиться даже тогда, когда проверяющий вовсе. Вот она, идеальная микрофизика власти. То есть, ненужны пышные казни, с которой начинается описание этой книги, с одной из самых пышных казней в истории, относительно недавней истории человечества. Потом показывается, в общем-то, что это неэффективно. А эффективно совершенно другой механизм, к которому мы все благополучно движемся. По модели, по нотикуму было построено большое количество реальных тюрем. Ну вот один из примеров. Это кубинская тюрьма. Вот вы видите, как это организовано. То есть, мы видим башню по типу маяка и сквозные помещения, где, в общем-то, держатся заключенные. Спрятаться в камере невозможно. Она просматривается полностью. А находится ли здесь какой-то проверяющий, да, находится ли тот, кто осуществляет надзор, это, увы, заключенным неизвестно. То есть, получается, это тюрьма, которая заставляет самих заключенных следить за собой. Вот это идеально эталонное формовыражение власти нового типа, то есть, власти, которая сама на себя нисколько не тратит. То есть, энергия на поддержание своего статуса затрачивается ровно ноль, ибо эта энергия перекладывается на тех, кто и находится под назад. Пойдем дальше. О чем пишет Фуко еще, что нам будет важно в сегодняшней акции? То, что, в общем-то, до восемнадцатого столетия, до того момента, когда и появляется модель по нолтикума, из человека слово приходилось вытаскивать фактически плещами, щипцами инквизиции. То есть, человек был мучилим. В то время, как сейчас, человек, в общем-то, говорит настолько много, что по той информации, которую каждый из нас вливает в интернет-ресурс, уже можно составить о нем настолько великолепное досье, что, в общем-то, опять же, подтверждает идею Фуко, потому что, повторюсь, он до интернета не должен. Речь идет о том, что человек оценивает ситуацию на момент 70-х годов XX века. В XIX веке, как пишет Фуко, еще даже рецидивиста нельзя было вычислить, преступника-рецидивиста, по той простой причине, что нельзя было доказать, что в прошлый раз попался тот же самый человек. Не было паспортов. Именно из-за этого, по мнению Фуко, прежде всего и появляются паспорта. То есть, паспорта, их основная функция была как раз вычисления преступников-рецидивистов для разнесения разной формы наказания. Если человек попался первый раз, или если он на этом же преступлении попадается второй, или третий, четвертый и так далее. То есть, постепенная индивидуализация субъекта, наделение его фиксированными, задокументированными атрибутами, в частности, именем и досье, происходила в условиях, отнюдь не дружественную для субъекта. Индивидуализация была одной из граней расширения сферы действия как раз от микрофизики дисциплинарной власти. Теперь уже распространяющейся и на личную жизнь субъекта. Как бы это парадоксально ни прозвучало, но индивидуализация, в принципе, связана с процессом подчинения индивида власти. До эпохи просвещения человек молчал, и в этом была, в общем-то, его основная сила. С эпохи просвещения от человека требуется брать слово и высказываться по тем вопросам, которые считаются актуальными. Причем, если раньше человек высказывался только по поводу того, в чем был компетентен, то сейчас от человека требуется вне зависимости, компетентен или некомпетентен, высказаться по вопросам, которые считаются актуальными. А почему они считаются актуальными? Потому что это лакмусовая бумажка. К какой категории его отнести? Это своего рода тест микрофизики власти, чтобы посмотреть и составить на него соответствующее досье. Пусть виртуальное, пусть хотя бы в голове, но тем не менее. И, в общем-то, Фуко пишет об этих вещах в 70-е годы, он не дожил еще до того момента, когда человек не просто высказывается, берет слово по наиболее актуальным вопросам, актуальных в кавычках, естественно, но сейчас человек, в общем-то, настолько много говорит, что его подчас сложно заткнуть. И речь идет, естественно, не только о слове вербальном, речь идет о потоке фотографий, сливаемых в тот же Инстаграм, речь идет и о репостах, и о материале, которые человек пишет на форумах и так далее. Все это огромное количество информации, информации, которая, как кажется человеку, выражает того я, которое индивидуализирует его. И именно так это и есть. Но это и индивидуализация, это и есть одна из форм подчинения субъекта собственной дисциплинарной власти, ее структуре. Все эти сложные процессы отразились и в искусстве, и в искусстве архитектуры в частности, хотя и с небольшим запозданием, в смысле архитектуры. До 20 века жилище, жилище человека, это масса камня, отгораживающее индивидуальное пространство одного жильца или его семьи от окружающего мира. И это не просто специфика строительного процесса, технологии постройки зданий. Это целая мировозрительная система. В усадьбах и домах 19 столетия, к примеру, нет сплошных открытых пространств. Там чаще всего очень-очень много маленьких комнат, причем зачастую настолько маленьких, что сложно сейчас даже понять, зачем в роскошном особняке, в принципе, могут быть востребованы настолько маленькие помещения. Даже если вы обратитесь к дворцам, у нас их много сохранилось в России, вы можете обнаружить, что изначально огромное пространство поделено на большое количество малых пространств, и, в общем-то, каждый из этих малых пространств вполне соразмерно с такими же пространствами в домах, так скажем, людей среднего достатка. Зачем это было нужно? Отделение всего и вся. У каждого процесса, у каждого явления было свое собственное место. Оно было замкнуто, и оно ни с чем не смешивалось. В этом суть мировоззрения человека до того, как он будет захвачен транспортностью. Ну вот покажу вам в качестве примера частный дом у нас в Москве. Старая Танюша на переулке. Посмотрите на план. Насколько много помещений внутри находится. При том, что сама по себе постройка очень скромная. Казалось бы, ну там две-три комнаты. Ну, вполне будет достаточно. Тогда оно будет выглядеть по современным меркам солидно, представительно. Но раньше считалось, что их наоборот нужно очень-очень много маленьких. Почему? Потому что каждая комнатушка, это не значит, что там обязательно жило очень много людей. Нет, не всегда. Это значит, что у каждого предприятия было свое место. Например, вот это вот рабочий кабинет. И вот это кабинет для, допустим, писем. Вот это там гостиная для приема каких-то знакомых. Вот это помещение для приема особо близких знакомых, которых мы сейчас друзьями. И так далее. То есть у всего есть свое место. Помещение не смешивается. И в противовес этому выступает, в общем-то, современная нам модель, которую мы знаем по современному жилью. Где вообще есть квартира-студия, где даже кровать, это уже не кровать, а девал, а кровать. И получается, понимаете, с одной стороны мы попадаем в зону функциональности. Это удобно, это функционально, но у всего исчезает свое место. Почему? Потому что там, где, допустим, супружеская чета спит, они складывают этот диван, и кровать превращается в диван. Здесь же они принимают и гостей, и знакомых. А если это действительно полная студия, если там нет вообще перегородок, кроме санузлов, то, естественно, получается, что рядом, ну, может на большом расстоянии, но все равно в этом же помещении есть кухня и так далее. То есть получается, с одной стороны это удобно, но нет места ни у кровати, ни у дивана, ни у пищи, где готовим или принимаем пищу. Почему? Потому что, когда мы готовим или едим, встает вопрос, а что здесь делает хотя бы потенциальная кровать? А когда мы, соответственно, спим, встает вопрос, а что, по сути, делает потенциальный холодильник? Который вполне не потенциальный, а будет также ночью работать, как и днем. Вот в чем дело. То есть получается, с одной стороны, как бы происходит освобождение, с другой стороны, это освобождение от изначальной функции. Утрачивается само понятие места. Это понятие места утрачивается, конечно же, и в жилище. Если вы посмотрите на самые интерьеры жилища 19 века, это Юсуповский дворец в Петербурге. Редкий пример дворца, где полностью интерьеры оригинальные сохранились. Вы можете увидеть, как это выглядит. Внутри все укутано. Все стены обиты тканью. На них развешаны картины или появившиеся чуть позже фотографии. Окна завешаны портьерами. Пол покрыт коврами. Иногда стены также украшались дорогими габелинами или шпалерами. То есть все очень-очень укутано. И у каждого предмета есть свое уникальное место. Все предметы очень тяжелые. Тяжелые креста, тяжелые столы. Не предполагалось, что они будут все время перемещаться. Хотя, вы видите, фактически мы видим половину помещения. Речь идет о семье, которая была богаче Романовых. Но, в общем-то, такое помещение сейчас есть почти в любом более-менее обеспеченном доме. Понимаете? Другое дело, что там очень много. Огромное количество. То есть оно все поделено на достаточно маленькие такие комнатушки. Бывают совсем крошечные комнатушки. Для этого нужно там, не знаю, хотя бы в палат съездить, чтобы посмотреть. То есть там все-таки дворец, относящийся к царской семье. Совсем крошечные рабочие кабинеты. Об этом есть потрясающая книга. Это ранняя книга Жанна Бодрияра. Совсем не похожая на вообще маневу Бодрияра. В принципе, это «Система вещей». Но вы должны знать Бодрияра по его понятию симуляции, по его книге «Симуляцию и симуляции», которая была настолько популярна, что попала даже в первую часть «Матрицы», где она сама представляет из себя симулятор книжка. И вы ее можно открыть опять или ничего. И, конечно же, известный «Бог Бастерс» снят под огромным влиянием этой книги. Правда. Но «Система вещей» совершенно другая книга. Это книга о смысле вещей. И о том, какую трансмутацию претерпевают эти вещи в 20-м столетии. Когда вещи становятся функциональными. Для Бодрияра это не самое лестное понятие «функциональный». Потому что «функциональный» предполагает то, что в это функциональное пространство включается и человек, который перестает быть субъектом, то есть хозяином вещи, а становится оператором вещи. То есть тем, кто к вещи принадлежит. Кто может ее включить, выключить и так далее. Он приводит достаточно интересный пример. Если вы понаблюдаете за тем, как вы оперируете какими-то дегаджетами или современными, я не знаю, кухонным комбайном. То есть если убрать сам по себе комбайн, то эти действия будут достаточно приводны. Эти действия имеют смысл в качестве вашего приложения к этой вещи. Больше они смысла никаким не обладают. До этого такого ничего подобного не было. То есть если человек хотел кого-то ударить, изначально ударяет рукой, потом палкой, потом мечом, потом уже оружием из высококлассной стали. Действие само по себе было одинаковое. В данном же случае речь идет о совершенно абсурдном действии. Нам кажется, что оно само очевидно, ибо мы понимаем в этом смысл. Но в этом смысл есть только когда вы прилагаемся к объекту, с которым мы работаем. Если эта связь не устанавливается, то смысл в этих действиях никакого. И это страшно. И я вам продемонстрирую просто пример мебели 19 века и мебели, которую создают наиболее выдающиеся архитекторы начала 20 века. Вот вам пример кресел 19 века. Насколько это массивно. У кресла есть свое место. Оно стоит на определенном расстоянии от камина, и не предполагается, что вы его будете каждый раз таскать в соседние покои. А вот как выглядят кресла от Le Corbusier и от Лиса Ван де Роя, от дизайнеров и наиболее крупных архитекторов первой половины 20-го столетия. Очень легкие алюминиевые кресла. Кресла, которые выпускаются по сей день. Переносные, которые не предполагают, что у них есть место. Как раз именно для этого они и сделаны. Чтоб места у них не было. Они могут быть в виде угловоповещения. И, в общем-то, тенденция на эту самую транспарантность, о которой пишет Фукуань, переходит постепенно его архитектуру. И поначалу кажется, что после многовекового рабства, когда человек был скован этими тяжелыми массивными стенами, наступает освобождение, что появляются свободные пространства, полностью остекленные стены и так далее. рушатся межнациональные различия, они отбрасываются, все здания становятся одинаковыми, и у них исчезает национальный фасад. То есть все унифицируется, становится легким, открытым, открытым во всех смыслах. Однако начинается этот процесс, естественно, с коммерческой заинтересованности. То есть первые полностью застекленные пространства и полностью открытые помещения появляются, естественно, на заводах. Ну, для того, чтобы просто сэкономить на освещение. Вот вам пример Гропиуса, завод Фарус. Вальтер Гропиус – один из создателей современной архитектуры. Видите, полностью остекленные фасады, никакого украшательства. Но здесь это все понятно, потому что совершенно прикладная функция этой постройки. Но достаточно быстро с заводов это перебрасывается и на помещение жилы, и даже на час дома. Ну, у нас в Москве, вы можете посмотреть, одно из самых ранних построек вообще в мире, где было полное остекление, по крайней мере, одного из фасадов. Это шедевр Лекорбюзье и это здание Центр Союза. Вы увидите, насколько много стекла. По тем временам, это нереально много стекла. Это здание спроектированное в конце 20-х годов. Оно у нас стоит на улице Несницкая, между Несницкой и проспектом Академика Сахарова. Одна из главных достопримечательностей в области архитектуры Москвы. Но это все-таки не живой дом, это офисное здание. Однако, достаточно быстро подобно распространиться и на живые дома. Хотя, начнем мы не с них. А начнем мы с фигуры мисс Ван Дороя, Людвига Мисс Ван Дороя. Человека, который, в общем-то, добудет до пикового значения подобную тенденцию. В конце 20-х годов, мисс Ван Дороя создает павильон Германии в Баксимоне. Он просуществовал с 29-го до 30-й. Это была временная постройка. Потом она была разобрана, потом она пропала. В 86-м году было закончено восстановление этого здания. Теперь оно функционирует как музей. Туда можно съездить и его посетить. Если я только что вам приводил в качестве примера Юсуповский дворец, его интерьеры, где все полностью было покрыто внутри тканью, коврами. У всего было свое место. Где каждая комнатка отделена от соседних пространств. Да, безусловно, есть сквозной проход, коридор. Но очень-очень много на него нанизано отдельно помещений. Здесь же мы встречаем вот такое здание. Совершенно уникальное для 29-го года. Абсолютно современная постройка. В чисто минималистском стиле. Мисс Ван Дороя любил говорить меньше, значит больше. А, это его кредо. Здесь мы видим воплощенно. В чистом виде. Нет никаких ковров. Внутри нет абсолютно ничего. В качестве украшения стен это зеленый мрамор, спил камня, пол из травертина и очень-очень много стекла. Плюс вы видите кресло, которое как раз разработано Миссом для этой выставки. Оно выпускается по сей день. Называется кресло Барселоны. Внутри постройки нет ничего. Зато есть одно сплошное сквозное пространство. Не поделенное ни на какие отдельные помещения. Это безумно красиво, конечно. Это очень эстетично. Все рассматривается. Тотальная прозрачность. Даже опоры, как вы видите, сделаны из хромированного металла. То есть они воспринимаются как зеркаленные. А в архитектуре зеркало всегда воспринималось, и в дизайне в том числе, как своего рода имитация пустоты. То есть здесь сами опоры как бы исчезают, растворяются. Потому что они отзеркаливают, они отражают то, что вокруг находится. Вот так это выглядит сейчас. То есть все эти фотографии, естественно, восстановленного, современного варианта этого павильона. Но он был восстановлен по чертежам сохранившимся, по фотографиям старым. Так что, в общем-то, там, я думаю, создано все абсолютно так же. Архитектор ведь не строил, он неподрядчик. Архитектор создает проект, а проект остался. Ну, в общем-то, вы видите колоссальную разницу, которая видна между зданиями 19-го века и 20-го. Но если это всего лишь павильон, это выставочный павильон, но, прошу обратить внимание, в нем ничего не выставлялось. То есть выставкой был сам павильон. Но, тем не менее, это действительно не жилой объект, но в это же самое время не строят и жилой дом в Бурно для богатого заказчика. Это вилла с такими же стойками, которые отзеркаливают, отражают окружающее пространство, с стенами, выполненными из натурального камня и с такими же креслами легкими, какие мы видели в павильоне Германии в Бурселоне. Тоже очень много открытого, свободного пространства, которого раньше в помине не было. На вилле в Тубингхад совершенно уникальные, конечно, дизайнерские решения. Здесь очень много натуральных материалов, натурального камня, натурального дерева. И заметьте, вместо стен, которые всегда отгораживали личное пространство от окружающего, здесь сквозное остекление. То есть нет никакого фасада, а установлены огромные стекла, которые как раз к этому моменту только научились делать. Такое листовое стекло, пригодное для замещения стен. Следующим шагом Мисса была его легендарная постройка. Это дом Фарнсворт. Дом Фарнсворт построен в Соединенных Штатах, в штате Лимойс. Это, наверное, визитная карточка Мисса. Что мы здесь видим? Дом парит на опорах, он уже даже с землей не связан. И он полностью, то есть все стены замещены стеклами, он полностью прозрачен, он полностью транспирантен, он полностью открыт. Здесь можно много о чем говорить. Ну, например, перед домом располагается совершенно огромная терраса, которая намекает как будто бы на невидимую постройку. Если так прозрачна, то это еще в большей степени прозрачна. И здесь есть целый ряд интереснейших решений, но, в частности, мы всегда привыкли, что стойки, как древность это были колонны, на ее функция поддерживать следующий этаж. А здесь мы видим стойки, вынесенные вовне. С одной стороны, аллюзия на основную функцию опор, как поддерживающих верхний этаж здесь есть, безусловно, но, с другой стороны, они полностью вовне. То есть они держат и крышу этой постройки, и ее пол, вот таким образом. То есть из них штыри идут вам туда, а они вынесены вовне. Это вызывает очень сильное впечатление, потому что постройка действительно кажется абсолютно невесомой. И более того, не совсем понятно, что к чему, что тогда что поддерживает. То есть все, по мнению, в частности, Айсенман, держится как раз на крыше. Концеплайн. Вот называют зонтичной диаграммой, и что как раз базовым является крыша постройки. И все остальное, как выдержаться на ней. Речь идет, естественно, о концепции постройки, а не о законах физики. Ну посмотрим, как это выглядит со стороны. Абсолютно прозрачное пространство. Внутри есть небольшая зона, обнесенная деревом, где находятся два самузла и комната для приготовления пищи. Все остальное полностью открыто. На сквозь. Тогда это невозможно было сделать удобно. Хозяйка просто вешалась от того, как там было то душно, то жарко, то холодно и так далее. Хотя было бы все продумано. То есть там по полу проведено отопление. То есть мыслиться, что постройка, предполагает, и нахождение в доме в холодное время года. Но на самом деле, конечно, до изобретения современного типа герметика всяких, туда и дождь заливал, и в общем-то было это ужасно неудобно. Тем более, что высокогласных кондиционеров, естественно, просто не существовало. Я считаю, что это середине 20 века. Здесь хорошо, кстати, видно, как выглядят эти охоты. Они вообще как будто отдельно от дома. Дом реально парит в воздухе. Он как будто состоит из воздуха. Ну вот как внутри. Внутри нет никаких комнат. Огромный дом на 140 квадратных метров представляет из себя одну единственную комнату. Причем со всех сторон. Там прицовываем и стеклом. Здесь вы тоже видите. Такие же кресла. Легкие, переносные. И ничего внутри. Никаких украшательств. Речь идет о проекте 1947 года. Хотя построен он будет позже. Но не по вине МИСа, а по вине отсутствия денег у закачивания. Следующая постройка. Если принялись уже строить радикальное решение, то, в общем-то, сложно остановиться. Близкий соратник МИСа, Филипп Джонсон, тогда еще молодой архитектор, строит для себя и своей семьи загородный дом, который получит название стеклянный дом. В 1949 год. Это у нас Нью Канаан. Штат Коннектику, США. Эта постройка вообще полностью выполнена из стекла. Единственное, что это санузлы скрываются в кирпичном, отделяющем от основной комнаты пространстве. Другого ничего нет. Опять одна-единственная комната со всех сторон открыта на природу. Казалось бы, что человек стремится к природе максимально открыться. Раньше человек отгораживался от нее, а теперь нужно нечто прямо противоположное. Вот только я боюсь, что эти постройки реально несут в себе нечто прямо противоположное. Когда человек начинает активно стремиться к природе, к нахождению на природе, он этим подчеркивает как раз не свое стремление, а свою отгороженность от природы. Зачем ему туда стремиться, если был и так там был? И дело в том, что само понятие природы, это безусловно понятие исключительно человеческое. То есть проблема в том, что человек не может слиться с природой не в том, что он далеко от нее находится, а в самом этом концепте. В самом концепте природы. Потому что это концепт человеческий. И он отделяет человека от природы. Ну, например, у животных никакого понимания о природе нет. Почему? Потому что они в ней не находятся. И если вы выпустите какого-то хищника или любое живое существо, которое реально выросло в природе, то если у него будет возможность, например, лечь на металл, чтобы лучше прогреться, то это животное, естественно, ляжет на металлический лист, а не на землю. Почему? Потому что он нагревается лучше на солнце. Если у животного будет возможность прилечь на целопан или на картон, то, естественно, он ляжет на целопан или на картон, а вовсе не на драк. Почему? Потому что вылизываться меньше нужно для того. У животных нет разграничения на естественное и искусственное, потому что они как раз находятся в природке. Сам факт выделения человека из природы и его желание слиться с этой природой как раз и демонстрирует тотальную невозможность последнего. И в данном случае мы видим как раз вопиющий пример, когда человек пытается слиться с окружающим его ландшафтом, но, как сказал Бабадрияр, в данном случае не человек открывает свое жилище навстречу природы, а скорее природа, окружающая ландшафт, становится своего рода обоенной частью интерьера, жилища человека. То есть это становится симуляром природы, иллюзией природы, а не реальной природой. Более того, по мнению Бабадрияра, стекло является самым-самым отделяющим элементом, какой только возможен в формлении постройки. То есть камень он не разделяет, камень он закрывает видимость, то есть он не может от нас отделить то, что с другой стороны каменной стены, по той простой причине, что мы не видим то, что находится за каменной стеной. Мы лишь предполагаем, что там кто-то может быть, и так далее. А когда же речь идет о стекле, то стекло именно отделяет, оно показывает, что мы находимся с одной стороны, а эта самая природа с другой стороны этого стекла. Мы ее видим, но дотянуться ее не можем. Поэтому стекло, прямо мнением, самый холодный, самый разделяющий материал, какой только можно встретить. И в данном случае возникает совершенно уникальная, незримая преграда, которая и есть эталонное выражение этой самой транспарентности. Незадолго до построек Миса и Джонсона в Америке в одном из журналов уже посмертно выходит один из поздних рассказов Лауфорта. Он написан в соавторстве с молодым начинающим автором Стерлингом. Большая часть текста принадлежит ему, однако, как всегда было в таких случаях Лауфорта радикально переработал изначально материал. Этот рассказ назывался «В стенах Эрикса». Наиболее интересная часть этого рассказа – концепция прозрачного лабиринта. То есть герой попадает в лабиринт, который не просто из стекла, а из неизвестного материала, на котором нельзя никакого знака поставить. Он абсолютно прозрачный, мы его не видим, он не оставляет никаких бликов, его никак нельзя запачкать. И несмотря на то, что этот лабиринт очень маленький, он занимает всего поляну, он входит в него и выйти так он из него и не сможет. То есть он погибнет. И вот это совершенно потрясающее предвидение, речь идет о рассказе, написанном там в 20-30-е годы. И в общем-то мы сейчас находимся именно в этой ситуации, в ситуации внешней тотальной открытости, тотальной прозрачности, но мы же являемся пленниками этой тотальной прозрачности. И выйти из нее мы не можем, потому что нам кажется, что из нее выходить некуда, что это пустота, что это открытое и есть пространство. При том, что на самом деле понятно, что открытое пространство тоже в конце, из которого есть выход. Такое дело, его очень сложно найти. И в итоге, в конце концов, подобные транспарентные идеи доходят естественно и до религиозных объектов. Это тоже Филипп Джонсон, это хрустальный собор его, изначально это было просто название хрустальный собор, он принадлежал не католической церкви, какой-то из общин протестантской церкви, в широком понимании этого слова. Сейчас же он принадлежит именно католической церкви, достаточно вспомнить то, что совершается в соборе, там совершается таинство. А теперь посмотрите, как это выглядит. Он прозрачен, полностью. Это гигантская постройка почти на три тысячи человек, из которой велись телепередачи, кстати, очень известные телепередачи, «Час силы» оттуда транслировался, которая в момент, когда это все происходило, вторая половина двадцатого лета, на тот момент это была самая популярная религиозная телепередача вообще. Из этого помещения происходили транслироваться. Оттуда видно все, что вокруг происходит, и никакого таинства там нет. То есть, казалось бы, внешняя открытость храма миру опять же сыграла прямо противоположным образом. Не храм оказался открытым для людей, а храм просто исчез в окружающем пространстве. Это уже не храм. Это просто место для проведения досуга. Ничем не отличается от проезжей части, которая рядом, от тех, кто идет возле этого храма, и те, кто находится внутри этого храма, они отделяются вот этим стеклом, которое, с одной стороны, конечно, как говорит Бодрия, является самым лучшим делителем, с другой стороны, естественного таинства, это элемент сакральности, он полностью растворяется, он полностью исчезает. И эта постройка, при всем ее совершенстве, при всей ее красоте, в общем-то, мало чем отличается от удачных коммерческих площадок, выполненных, конечно, значительными архитекторами, но предположить, что это именно храм, значительный храм, мы никак не сможем посмотреть снаружи. У этого видно все, что внутри происходит. Зачем вообще туда заходить? Да и внутри там же ничего нет. Там просто прозрачное пространство, то есть кажется, что с одной стороны можно сказать, что мир стал храмом, но с другой стороны храм просто исчез. В одном случае мы видели не как человек слился с миром, а человек растворился в мире. Это не слияние, а аннигиляция. Здесь же мы видим не как религиозное таинство выливается в мир, а оно просто исчезает, оно растворяется, и, в общем-то, ничего, кроме аннигиляции, как подобные постройки не несут. Сможем ли мы с этим каким-то образом справиться? Ответить на этот вопрос сейчас фактически невозможно. Но те тенденции, которые мы наблюдаем в самом современном нам сообществе, в общем-то, демонстрируют то, что транспарантность только набирает свои обороты. И сейчас уже можно увидеть такие примеры, что это уже просто страшно. Полностью стеклянный дом, в котором нет ничего, кроме стекла. Там даже кровать стеклянная. Но это концепт. Это как бы не дом. А вот этот реальный дом, это дорогущий особняк в центре Токио, полностью прозрачный. Который никак не отгорожен от проезжей части, от соседних домов и так далее. Только жалюзи закрываются, открываются. Днем же мы все видим, что внутри происходит. Это аннигиляция хозяина. Мы все становимся функциями. И демонстрируя свой достаток, свой престиж, мы прилагаемся к своему достатку. Мы не являемся уже владельцами этого дома, своих денег, тех дорогих вещей, которые у нас там есть. Мы прилагаемся к ним, как операторам этих вещей. Ну, я успел. Если у кого-то есть вопросы по сегодняшней реалии, нет? Ну и хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.